добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики вот сегодня привезли вот такой интересный экземпляр значит батарея стартер премиум южнокорейская батарея работе было полтора года и батарея приказала как бы долго жить ситуация со слов владельца было таким образом в декабре месяце машина у него отказалась заводиться и батарея была высажена это батарея отвезли на отслуживание зарядку к одному из наших профессиональных аккумуляторщиков городских после чего после ее работы батарея сделала пару запусков пару раз автомобиль завела и перестала крутить вообще такие показатели на батарее это я делал при клиенте как бы оправдываться буду перед ним батарея всем параметрам значит один процент емкости но процентов заряда 74 процента 84 ампер пусковой ток и напряжение батареи 1050 сопротивление 41 41 32 по всем показателям батарея замкнута кроме этого на это еще и указывает вот этот индикатор которого земля который зеленого цвета это говорит о том что по крайней мере одна в одной банке плотность нормальная то есть зеленый год белый чаще над необходимо зарядить и если горит красный и пласты давайте выкинем батарею пуще говоря каким образом я хочу с ней работать но я эту батарею не хотел брать в разработку потому как по всем показателям по всем параметрам батарея мягко говоря порожняк но я кинул на нее нагрузочку 4 ампера и я все-таки оставил для того чтобы попробовать попытаться расшатать кинул на нее нагрузочку 4 ампера и батарея начала подавать какие-то признаки жизни странные признаки давайте посмотрим обычная кг цца 620 и вот она сейчас показывает 3 процента емкости 0 процентов заряда и 116 ампер 284 пускового тока и напряжение 1046 попробую и позаниматься созрел план такой значит буду работать с ней на аймаксе сейчас поставлю режим разряда и буду разряжать до тех пор пока вот этот глазочек у нас не поменяет цвет зеленого на белый как только он поменяет зеленого на белый я попытаюсь и и вернее с ней сделать несколько контрольно-тренировочных циклов опять же аймаксом не спеша степенно так сказать потихонечку попробуем эту батарею расшатать вот эту отстающую сильно отстающую банку попробуем вытащить выровнять и вытащить выкинуть с этой батареи хотя бы ампер носить 400 ампер мы сейчас с не вытащим то на летний период двигатель 18 эта батарея будет раскручивать владельцу очень обидно потому что это батарея стоит хороших денег южная корейская я таких батареи не в восторге и соотношение цены качества конечно не в их пользу ну что ж начнем работать начнем с разряда и результат уже будет в следующей части ролик вот работа с этой удивительной батареи завершена начну наверное с того что покажу параметры которые удалось нее выкачать пришла она с одним процентом по емкости 0 процентов заряда 7 74 ампера пусковой ток напряжение 1050 и сопротивление 4132 ну давайте посмотрим что удалось нее получить и потом я расскажу как дела обстояли с работой так 73 процента емкости батарея заряжена 533 амперы пусковой ток нрц 1284 сопротивление 562 когда мне привезли эту батарею сделал первоначальный замер и хотел отказаться от работы потому что по всем показателям это батарея показала что она была замкнута тем более добавила уверенности то что индикатор поплавочек индикатор плотности он был зеленого цвета но при после того как я кинул небольшую нагрузку на нее буквально на 2-3 минуты четыре с половиной ампера емкость батареи выросла также поднялся пусковой ток нрц чуть-чуть просела и также упало сопротивление стало интересно позаниматься с этой батареи и я решил с ней немножко поработать батарея по сути дела она свежая как пояснил клиент и всего полтора года замерил плотность выкрутил этот глазок замерил плотность плотность было 123 уже неплохо что было проделано значит вначале я провел лечебный предзаряд лечебный предзаряд током 1 ампер до напряжения 14 4 вольта производил аймаксом после окончания предзаряда сделал ктц разрядил батарею до напряжения 10 опять 10 с половиной вольт и слил с нее 12 ампер было с ними слито 12 ампер следующий предзаряд проводил уже тремя амперами опять дам напряжение 14 4 вольт до полного падения зарядного тока сделал короткий ктц до напряжения 11 и 8 вольт и слито было уже порядка 20 ампер провел еще один предзаряд до 14 4 вольта опять слил до 12 вольт опять было слито где-то порядка 20 ампер затем следующим циклом это был лечебный лечебная абсорбация заряжал до 14 8 вольт качелями 13 6 и верхнее значение 14 вольт 14 8 вольт до падения тока до 1 ампера как ток остановился на качелях до 1 ампера качели я убрал и об сама до довел абсорбация до финала до падения тока 0 5 ампер на этом абсорбационное движение у меня закончилось оставил батарею на отстой и и после отстоя произвел один перезаряд ну это контролируемый перезаряд эквализируем так называемый напряжением 16 2 вольта для того чтобы выровнять напряжение по банкам и уравнять тем самым уравнять плотность по банкам эквализируемого сопротивления тока до 1 ампера и после одного падения только 1 ампер пошло падение напряжения до 16 1 вольт где-то полчаса я еще погонял и на этом работа с этой батареей закончилась значит что у нас в итоге получилось какая плотность именно в этой банке которую можно проверить плотность 130 плотность 130 дело в том что эта батарея она перед тем как попасть ко мне в декабре месяца она была просажена была глубокая просадка и один из аккумуляторчиков наших он сделал и обслуживание заряд и заряд скорее всего проводил повышенным током потому как активная масса была отбита и электролит имеет ярко выраженный красный свет что говорит о неправильной заряде неправильного обслуживания каким образом она иск по всей видимости батареи полностью была не заряжена индикатор вот этот индикатор у этой батареи я думаю что он настроен на плотность ну наверное 120 потому как я пытался при ктц когда я после первичных лечебных предзарядов делал ктц до первоначального 10 из половиной вольт цвет так и не поменялся замер плотности показал 124 после первого ктц уровень электролита также у нас как бы в норме я вначале хотел произвести доливку доливать ничего не будут как я произвожу долет доливку не обслуживаемых батареи я по этой теме сделал отдельный ролик но здесь я думаю что доливать не стоит плотность 130 по всей видимости на этих батареях это заводская плотность сейчас буду звонить клиенту чтобы он подъехал поставлю этот эту батарею на его автомобиль и сделаю замер просадки стартера насколько идет просадка при запуске двигателя чтобы уже определиться что с этой батареи на текущий момент я могу с уверенностью сказать только одно что я очень сильно ошибался когда хотел эту батарею списать я вообще не был уверен в том что что-то с этой батареей получится батарея отстоялась она стоялась буквально где-то 15 16 часов результаты на мой взгляд неплохие батарея крутящая я думаю по емкости по резервной емкости ампер 30 в этой батареи сейчас есть 30 может 35 ну да и во время всех зарядов во время всех зарядов вернее во время всех стадий циклов как угодно называйте мониторим температуру по манкам температура была одинаковая по всей поверхности по всей плоскости батареи поэтому замыкание в этой батареи явно нет но видно что все таки за счет неправильного обслуживания батарея просила своих показателях если бы после первичной просадки клиент привез как ко мне я думаю что результат был бы гораздо лучше так ну буду звонить клиенту чтобы он подъехал и окончание ролика сниму уже на его автомобиле посмотрим как она крутит сниму сразу показатели после того после запуска будет просадка не будет и уже будем окончательный вердикт делать после того как аккумулятор будет на автомобиле думаю что еще какое-то время я буду мониторить попрошу клиента чтобы раз в месяц хотя бы заезжал ко мне чтобы я отслеживал динамику этой батареи в какую сторону она будет продвигаться позвонил клиенту клиент сегодня забрать батарею не сможет сможет забрать только завтра поэтому все таки принял решение немножко корректировать плотность 130 как по мне эта плотность завышенная и она не позволяет батареи полностью раскрыться поэтому сейчас сделаю отбор буквально под 20 миллилитров я отберу электролита но добавлю по 30 миллилитров дистиллированной воды так ну что приступим клиент поменял свои планы по поводу того чтобы забрать батарею сегодня отложил на завтра поменял планы свои планы и я расфернил баночки для доступа к электролиту и при замере рефрактометром обнаруживать что одна частности 5 банка имеет очень сильное отставание по плотности в ней плотность 126 в остальных банках при замере рефрактометром полность очень сильно завышенная поэтому поступлю следующим образом в этих банках где 131 плотность сделаю отбор под 30 миллилитров воды электролита вот у меня емкость это вот буквально раз в неделю я наверное наполняю вот такую 5 литровку именно отобранным электролитом который как оказывается просто напросто лишний батареях кто-то добавляет у кого-то завышенная плотность завода все бывает по разному ну факт остается фактом этого электролита мне очень много если кому-то надо обращайтесь так каким образом значит 131 убираем 30 миллилитров добавляем 40 126 ничего не убавляем добавляем 10 миллилитров воды и 6 банка и 129 отбираем 20 миллилитров добавляем 30 после этого опять ставлю на контролируемый перезаряд эквализируемый перезаряд эквализируем многие называют это до зарядом называйте как угодно значит поставлю перезаряд для того чтобы выровнять постараться выровнять плотность смешать воду с электролитом и подровнять баночки но как правило вот это вот следствие вот эти вот две баночки отстающие так и правило начало следствие от того что батарея было все-таки это добавляет мои уверенности в том что батарея была неправильно обслужена после глубокого разряда большими токами и вот этой именно вот такое нарушение она и как раз возникает части вот этого неправильного обслуживания так ну что приступлю к отбору долину и к заряду и после этих манипуляций опять сделаем замер предварительно здесь и будем делать дальнейшие выводы но теперь уже точно с батареей работа полностью окончена сделал корректировку плотности его что у нас получилось первая банка 128 2 1 285 3 1 28 1 28 5 банка которую нас была самая остающая плотность была 1 255 будет 126 плотность выросла 127 и последняя банка 1 275 но дальше уравнивающей заряды не вижу смысла делать батарея станет на автомобиль и вот такие вот эта разница разница у нас получается так в полторы точки полторы точки она должна уйти в процессе эксплуатации то есть произойдет выравнивание по потность уже на автомобиль и когда напряжение банках выравнивается по банкам плотность придет норму ну давайте посмотрим что нам дала корректировка так внизу на цица 620 вот в итоге 76 процентов емкости и пусковой 544 насколько я помню по моему 73 процента было до корректировки видно что результат вот корректировки потности все-таки есть батарея стоялась так 15 14 половины часов четырестного грубо говоря в районе 15 часов батарея отстоялась и нрц 1288 отличная нрц которая говорит что практически рассвоение у нас ушло и батарея в принципе она готова полетом сейчас приедет клиент поставлю к нему на машину поставим и сделаю замеры по просадке напряжение при запуске двигателя поводу пробочек вот и вот этих вот значит чтобы добраться до электролита я высверливал дырки в корпусе отверстия 7 с половиной миллиметров и для того чтобы я мог сделать мог откачать электролит и замерить рефрактомертором плотностью закрыл я эти отверстия термоклеем термоклеем отлично организирует с пластиком отлично прилипает и никуда он отсюда не денется но если даже попадет капелька внутрь матерей ничего страшного не произойдет он не взаимодействует не с электролитом не с пластинами если он там будет балдыхаться ничего страшного поэтому вот такой метод у меня обслуживание не обслуживаемых батарей мы производим запуск двигателя давай заводи так просадка 1095 первый запуск лучше сейчас подожди давай заводи вторая заводка 1110 слушай заводи и третья заводка 1117 ну в принципе все отлично лучше так потери нету мне сейчас еще батарейку проверим обычная кб после трех заводок характеристики батарей как ни странно еще улучшили 79 процентов емкости 554 ампера холодный ток запуска и сопротивление 5 42 здесь у нас 557 76 98 538 так что батарея вполне работоспособна и отличные показатели просто при всем при том что за три запуска произошла небольшая просадка напряжения 1260 то есть с каждого запуска у нас уходит в среднем от 1 до 3 амперов емкости батареи ну грубо говоря за три заводки возможно ушло 3 ампера и нсс у нас сейчас 1260 сейчас проверю систему зарядки автомобиля и батарея уйдет в свободное плавание на этом ролик заканчиваю всем всего хорошего всего доброго до новых встреч новых ролик и и и и и и и и